Итак, друзья, привет! Производитель АВТ прислал мне самоблок в раздатку. Вот такая вещь. Червячный с преднатягом 2 кг для раздатки. Вот, видно, да? Итак, у меня стоит самоблок передний мост, 7 кг преднатяга, задний мост 9 кг преднатяга. И теперь поставим в раздатку. Как все это будет выглядеть, честно сказать, я пока не знаю. Сейчас я нахожусь в магазине Полный Привод. Поговорим с Аркадием все нюансы. Покажу вам то, что стоит с завода и то, что ставим мы. И покажем вам на раздатке, где это все примерно ставится. Не забудьте подписаться, поставить лайкос и погнали дальше. То есть начинаем от чего? То есть мы приобрели усиленную куку. То есть это называется дифференциал повышенного трения. В простонародье самоблок, правильно? Ну, русскими словами, да, самоблок. Мы на данный момент, то есть сейчас начнем от обратного. То есть от обратного, потому что мы уже установили переднюю блокировку, установили мы заднюю блокировку. И сейчас мы сталкиваемся с такой проблемой, что у нас остались слабые элементы. Так как машина у нас подготавливается для бездорожья, то есть в экстремальных условиях. И, грубо говоря, мы уходим от всех слабых моментов, что нас может подвести в открытом поле. То есть нам нужно обходиться без посторонней помощи. То есть на данный момент кукла заводская, которая устанавливается в раздатке завода, то есть все там... Вот такая. Да, то, что он непосредственно у нас отвечает за блокировку. То есть когда мы маленьким рычажком включаем, включаем блокировку, и весь вот этот процесс как бы за это все дело отвечает у нас. Дело в том, что у него есть небольшой такой слабый момент. Он у нас идет двухсателлитный, называется. В простонародье. То есть мы не будем разбирать вот эту часть, как бы уже предоставим готовую. Готовую часть. То есть что мы здесь видим? То есть мы видим четыре сателлитра. Принцип такой же, как и передний и задний редуктор. То есть работает. Слабый момент у нас происходит непосредственно в зубчиках всех вот этих сателлитов. И самой же осенью. Вот здесь идет износ. В данный момент, да. То есть мы все прекрасно знаем то, что прямой зуб, он намного хрупкий. Вот. И на излом как бы он очень мало держит трение, которое у нас происходит там. То есть в данном у нас самоблоки, которые в раздатку идут, здесь уже выполнена непосредственно червячная система. То есть если здесь у нас четыре, то здесь мы можем приблизительно посчитать. у нас где-то около раз, два, три, четыре, пять. Пять. И еще между ними где-то порядком десяти только червячных механизмов. Ну да, наверное, десяти сателлитные. Да. То есть получается десять червяков. Здесь момент, который колесо у нас заблокировалось. Полуоси у нас толстые. Следующий слабый момент идет скалка приводов. То есть мы видим непосредственно толщину вот этой скалки. То есть это передние привода. Все их прекрасно знают. Вот. Продукцию данную предоставляют в двух видов. 22-24. Многие люди задают вопрос, для чего, зачем, как их отличать. Обычно наглядным путем, то есть это стандартный вал, который идет на передний, либо на задний кардан. На задний он идет чуть поменьше. Вот. Они идут в стандарте на 22 шлица. То есть обычный, стандартный, ничего там не докупая, не перекупая. Берем блокировку, берем стандартные валики. То есть мы все это дело спокойно, нормально устанавливаем. На 24 шлица, когда мы берем, то есть мы увеличиваем непосредственно само тело, которое может дать слабость. Люди сталкивались, срезали, ломали валы. То есть мы это видим по отношению, по приводу. То есть на 24 шлица приблизительно такая же идет, такой же валик идет, как вал привода. То есть и следующий этап, то есть у нас остается слабая оська. То есть всех как бы внушение она не доверяет. То есть у нас все четыре колеса крутятся, все карданы у нас вращаются, ничего не отключается, все заблокировано. И куда чисто по законам физики это все дело должно деться. То есть масса кузова тоже порой снаряженная. Нива весит от двух тонн. Шевик, пятидверки и тому подобное. Плюс еще колеса ставят большие нагрузки. Зацепление, конечно, зацепление очень большое. Почему узкому колесу намного проще крутиться. Большое мы ставим, больше проходимости, больше колесо, соответственно, больше силы и куда-то ее нужно деть. То есть карданы усилены, все усилены. То есть и остается слабым местом непосредственно данная вот эта конфигурация, то есть сама кукла, которая нас подведет. То есть в открытом состоянии мы это не видим. Буквально на прошлой неделе приходил клиент, просто ехал, никому ничего не мешал. Щелк, обломался у нас вот здесь зубчик. Зубчик попал, получается, в зацепление. То есть он у нас вот так работает. Попал сюда в зацепление, пошло наперекос, ломается оська, раздатка алюминиевая разлетелась. Все, следующий этап и эвакуатор. Согласен. Так, еще хотел сказать то, что по поводу заводского. Он из двух частей, металл и чугун. И чугун. Чугун. У чугуна, как я знаю, смотрел, вот эти сателлиты, да? Да, сателлиты. Стоят, идет износ именно в чугуне происходит. Потом люк начинается. И когда вы трогаете, вот это вот все, да? Первый момент начинается у них в комплектации. То есть все это знают, подкладываются шайбочки. То есть все вот это дело. Шайба изнашивается. Начинается вырабатываться выработка. И в момент, когда мы ездим на стандарте, по стандарту, у нас непосредственно происходит что? У нас происходит перекос. Идет перекошивание ее постоянно. То есть она всегда перекашивается в одну сторону. Жесткость они. Да. У данной продукции есть доработанные куклы. Они называются четырехсателлитные. То есть мы видим одну очку. Она вот здесь установлена, которая идет, про что Виталий говорит, идет выработка постоянно на залом. Вибрации, шумы, трансмиссионные стуки. Все говорят, я еду, переключаюсь. Вот эти удары, бах, бах, постоянно догоняют. Вот. Четырехсателлитных, то есть идет, ну, грубо говоря, то есть еще устанавливается очка здесь. То есть еще такой же блок, работающий крест-накрест. Вот. В данной конфигурации, даже если мы возьмем четырехсателлитных, то есть данная продукция еще сильнее. Потому что уже не сателлиты, уже червяки. Которые, как разбирали заднюю блокировку, мы видели, что по большому пробегу им хоть бы что, они все новые, шайбы новые. Да, и самое главное, здесь нет никакого люфта, в принципе-то, да? Трансмиссионный стук, да, уйдет. Абсолютно уйдет трансмиссионный стук. Здесь уже все трансмиссионные стуки, которые есть, это непосредственно пойдут у нас на шрусовые соединения. То есть это привода, гранаты, карданы, как бы. И тут уже непосредственно от завода производитель. Ладно, а ты подскажи. Вот у меня передний мост, самоблок сзади. И сейчас в розадку ставим. По сути, как я катался на самоблоках, на маленьких скоростях, они не блокируются. Я что, боюсь то, что как бы она прямо не стала у меня ездить. Такого не должно быть, да? Тем более здесь преднатяг, 2 килограмма поставили. 2 килограмма это новое. Всегда машина прикатывается. Всегда машина прикатывается. Да, поначалу это будет как бы непонятно, дискомфортно. Человек привыкает к этому. И у нас непосредственно где-то преднатяг упадет. Нет, это конечно упадет. Да, упадет там где-то, я не знаю, максимум, может там на полкилограмма, что она вряд ли. Там на грамму уйдет. Принцип непосредственно этой куклы. За что она у нас отвечает? То есть у нас работает в Ниве как. То есть у нас свободно крутится либо передний мост, либо свободно крутится задний мост. За что он отвечает? Это обычная гражданская поседневная езда. То есть мы это дело отключили от стандартной, поставили эту блокировку. Теперь у нас работают за эти 2 килограмма, грубо говоря, постоянно работает полный привод. Но не полноценный полный привод. Мы не будем его сравнивать в момент заблокирования. То есть когда мы заблокировали, у нас 100% идет. То есть на рычаг мы включаем 4х4 и 2 редуктора будут работать полноценно. Здесь постоянно мы будем ездить на повышенный, на разблокированный, но свободно по трассе. То есть когда мы будем выходить на скользкую дорогу, у нас работает полноценно. То есть 2 редуктора, один другого компенсирует постоянно. Я бы не сказал, что мы будем ехать как там впрямо. То есть машина будет вполне управляемая. Я тоже так думаю. Установлен ГУР. Все это дело легко, все это дело крутится. Если было бы на карбюраторную машину, где с помощью своих собственных сил рук надо было крутить, тогда мы бы почувствовали, что машина идет неуправляемая. Ну и если мне память не изменяет, у нас невысокая, большая блокировка спереди стоит. Как бы там до 5 или до 6 килограмм у тебя движешь. 7, сзади 9. Сзади 9. 7, ну там сейчас прикатались, там в районе до 6 упало. И многие... Вполне полноценно. Многие как мне пишут в комментариях, что типа как вы ездите на этих блокировку, типа машина там блокируется. Скажу честно, не заметил я ничего. Сергей туда на 105-й тоже ездит. Я на него в принципе посмотрел и поставил. Ну... Управляется вообще легко. Приходил после Нового года дедушка. У него там старушка 31-ая. Говорит, хочу уже ездить на рыбалку, где никого нету, в безлюдном месте. Говорит, вот хочу поставить блокировку. Как мне это все дело проверить, посмотреть? То есть на моей Неве тоже, знаешь, спереди сзади стоит. Сели, выехали в снег, поехали по дороге. Говорит, дедушка садись за руль, пробуй. То есть выехал, попробовал, заходит, говорит, все хочу. Я говорю, ну и что, где какой дискомфорт? Дискомфорта нет. Где те моменты, которые рассказывают, что кого-то китает, кого-то заносит, кого-то там выкидывает с трассы. Да. Абсолютно ничего нет. Да, многие говорят, что типа в поворот входишь, типа попробуй, говорит, на старт поворот войти. А вот заметьте, смотрите. Люфта нет. Вот, смотрите. И смотрим на заводе. Здесь, да? Намного больше люфт. Потому что, заметьте, потому что играет вот этот сателлит. Потому что жесткости, условно говоря, нет жесткости. Всегда вот эти вот зазоры, все это есть. А вот эти вот люфты, и есть трансмиссионные стуки, и прочее, то, что мы слышим. Да, это вот самый момент, когда мы... И здесь, смотрите. Переходим в нейтральное положение, включаем следующую скорость. Видите? Вообще нету люфта почти. Так что будем ставить. Завтра, надеюсь, покатаюсь, посмотрим. Ну, я думаю, что будут только положительные эмоции. Да. На ютубе я еще не видел, чтобы кто-то в раздатку поставил себе блок. Не знаю, пока я не смог найти. Пока да еще. Так что мы будем первые открыватели. Заводская вот эта снимается, сюда фиксируется. Сейчас я... Да, главная пара у нас перекидывается. То есть, болты также у нас все затягиваются. Передаточное число сохраняется абсолютно такое же. Чтобы вот так, как машина у нас повседневная, повседневные переезды, то есть, чтобы себя комфортно чувствовать, как на трассе, и также комфортно чувствовать надо здоровье. Ну, в принципе, я думаю, суть мы с тобой раскрыли, да? Ну, как бы, да. То есть, мы... Что мы сделали? Мы ушли, и от слабого агрегата перешли на более усиленный агрегат, сохранив качество и комфорт езды. Да. Цена, как я помню, ну, тут будет ставочка. Что-то около 10 тысяч, 10-12 тысяч. Ну, по крайней мере, я считаю то, что это будет намного дешевле, чем переделывать его каждый раз. Потому что, когда выходит силовой агрегат вот этот, человек покупает новую раздатку. То есть, там практически ничего не сохраняется. Потому что на больших или малых скоростях крутящий момент есть, разносится все в дребезги. Просто-напросто. Так, еще вопрос тогда. Многие пишут, что, типа, до какого-то года идут однорядные подшипники, а насколько я знаю, на моей вроде уже стоят двухрядные подшипники, которые ставятся. Ну, более новые модели, они взяли это от Шевика, они доработали, как бы усилили крышки. Вот. Он на это абсолютно никак не влияет. Это, грубо говоря, это сердце раздатки, а двухрядные подшипники, они непосредственно идут на карданы. То есть, выход. Это для того, чтобы флянец кардана на раздатке держался намного прочнее. Ну, да, конечно. То есть, меньше шумов, больше нагрузка, когда она идет. Ну, да, понятно. А здесь, как устанавливались однорядные, то есть, там, не помню, 209-й подшипники, как устанавливались, они вполне достаточно. Данной конфигурации, то есть, в отличие от завода, если он там 209-й подшипник, он идет открытого типа, то в нашем случае нужно устанавливать только закрытый. То есть, закрытый подшипник, закрытый салитарон сальников. Но это дорого. Ну, все зависит от правильно подобранного завода-производителя. То есть, если знать марку подшипника и цена-качество, по крайней мере, это будет намного лучше, чем наши, там, какие-то самарские. Либо не нарваться подделку вологодского подшипника, что, скорее всего, мы больше всего на поделку попадемся. Так что, подобрать какого-нибудь хорошего импортного, корейского, немецкого, там, еще чего-нибудь японского подшипника. Это намного будет дешевле, один раз залезть, сделать и забыть за этот агрегат абсолютно. Согласен. И, соответственно, будет подшипник закрытый, работать тише, чем открытый. Ну, в вашем магазине я могу же все это приобрести? Это да, мы все найдем. Мы были с вами в магазине «Полный привод». Вот такие грамотные люди, ребята, работают здесь. Приходите, всегда вам подскажут, порекомендуют нужные вещи. Вот, по моему промокоду 007 вам сделают здесь скидочки. Так что, вас здесь ждут. Все понятно, от раздатка, от шевика. Только только один рычаг. На нивах, коротких, длинных, два рычага. А смысл тот же самый. Вот эта кукла, самоблок, которая ставится вот сюда. То есть, вот они выходы. На один, на второй. Вот он. Даже можно посмотреть на новые раздатки. То есть, непосредственно, вот он люфт. Да, вот даже слышно. Слышно. То есть, это у нас даже не блокировка, ничего не включено. То есть, представляете, когда все происходит на скорости. Это вот за счет вот этого случится, в принципе, да? Как я понял. Ну и все. Раздатка снимается. Половинница. Да, половинница. Вот это вот, как это, штука-то называется-то? Ну, дифференциал. Да, дифференциал снимается, сюда ставится. Вот, подшипники, все собирается назад. Тут, в принципе, регулировать ничего такого глобально не надо. Единственное, здесь что-то регулируется. Нет, ничего там. Все, собрали, поставили. Ну да, в принципе, здесь ничего регулируется в основном не надо. Поставили, собрали. Пару у нас прикатанное. То есть, ничего нового. Назад ставим. Едем колбасить дальше. Вот она, новая, абсолютно новая. Сколько новая раздатка стоит? Заводская раздатка будет где-то порядком 40. От 344 тысяч. Вот эта раздатка стоит? Да, заводская. А какие еще было не заводские? Есть кооперативные, то есть, это уже будет не завод. То есть, это совсем другой завод-производитель. То есть, собирается новая политика 17 тысяч рублей. Понятно. Ну, тоже, извините, когда не идешь. Согласен. Так что, все, вы знаете, да? Едет ставить блокировку в раздатку, как он уже рассказывал до этого. То есть, мы непосредственно немножко подготовили, что нам понадобится. В стандарте, на стандартной раздатке, да, на такой кукле, то есть, стоят 209 подшипники, как я говорил, вологодские, то есть, открытого типа. И на усиление мы берем двухрядные подшипники, которые выходят на флянце-кардато. То есть, непосредственно на края идет нагрузка, которая от блокировки. То есть, отсюда, что у нас выходит на карданчики, валы. То есть, отсюда, то есть, грубо говоря, чтобы было понятно, то есть, эти подшипники вот тут у нас стоят по краям. С одного края, и подшипники стоят с другого края. То есть, 209 подшипники, то есть, непосредственно стоят на самой кукле. То есть, что будет у нас стоять. Чтобы уйти от этих, как все люди говорят, шумят подшипники, туда-сюда, вечно гудящая, шумящая раздатка, ты что там с ней не делай, ее не победить. Можно немножко хотя бы это все дело скомпенсировать и сделать ее потише, покомфортнее. То есть подшипники мы ставим закрытого типа, стружка все равно в раздатке будет вырабатываться. Подожди, многие не знают, что такое открытого типа. Что такое закрытого типа? Закрытого типа это ставится защита, чтобы не попадала туда стружка? Нет, с завода инженеры просчитали, что нужно ставить открытого типа. Даже у подшипника есть непосредственно маслоканал для смазки, для него, для того, чтобы он смазывался и служил дольше. То есть это по бумагам, по расчетам. Как показала практика из жизни, что инженеры не учли, то что в раздатке у нас между трущимися элементами вырабатывается металлическая стружка. Все это видели, все это сталкиваются. Куда весь этот мусор летит? В подшипник. Подшипник что происходит? Износ. То есть он идет в негодность. Он загудел, зашумел и еще прочего. То есть он начинается разбиваться. Масло всегда попадет в подшипник. Закрытый он или открытый в любом случае. То есть у нас здесь мы только его предохраняем от мусора, от грязи. То есть если подшипник закрыт, подшипник защищен, в долговечности ресурс увеличивается в разы. Данный подшипник, который идет 209, непосредственно устанавливается будет на куклу. То есть ВБФовский, который Вологодский подшипник. Более-менее нормальная альтернатива к нему, что можно подобрать, это идут НСК подшипники. То есть японское производство делается в Польше. Здесь какой плюс? Подшипник тише и крепче. Потому что шариков здесь установлено 9. В данном идут непосредственно установлено 10 шариков. Больше шариков, тише и прочнее. То есть это как бы такие две непосредственные критерии. Ну, второй подшипник 209. То есть здесь мы видим проточку и на нем устанавливается стопорок. Вот. То есть мы, конечно бы, нашли бы и второй бы. Такое, вот как сейчас покажу вам. То есть это идет непосредственно японское кое. То есть это самый вкусный подшипник. То есть так же, как и на валы, которые выходят на флянцы закрытого типа. Чтобы стружка не попадала. То есть ресурс у него будет намного крепче и долговечнее. Соответственно он и тише. То есть хотя бы из двух подшипников мы один уже сделали тише. То есть данный такой конфиг, который мы завтра будем делать, то есть мы поставим уже как минимум три тихих подшипника. То есть это в разы как бы у нас все должно быть тише. Ну, а потом Виталян нам расскажет, как на самом деле в практике. Тише это или не тише. Вот и все. Ну, самое главное, еще мы сразу же поменяем масло. То есть я как бы не рекламирую бренд непосредственно. Много есть альтернативы. Есть там аналоги егошние. Сразу могу сказать то, что нам нужно не нарушать вязкость. Вязкость масла. Вязкость масла как завод-производитель рекомендует 80 на 90. То есть все называют ее минералка. Ни в коем случае не полусинтетика, не синтетика. Потому что это будет просто визжащая раздатка. То есть тишина раздатки у нас будет еще и за вязкости. И самый главный критерий непосредственно для блокировки, это непосредственно гипоидное трансмиссионное масло. То есть limited slip. То есть сама та присадка, которая идет для выносливости, чтобы у нас масло не сгорело для повышенного трения. То есть если мы будем искать непосредственно базу егошнюю, то есть по критериям, то есть это для повышенных трющихся дифференциалов, которыми мы и пользуемся. Масло горит везде. Нам нужно взливать качественно масло? Да, я считаю, то есть не на этом нужно экономить. Опять же, все элементы, которые у нас смазываются, опять же этим же маслом. То есть покупать дорогие подшипники и экономить на масле. Смысла нет, а да, ездим вообще. ТАТ-17 покупаем, льем и ездим. С дорогим подшипниками. С дорогим подшипниками обязательно. Итак, ребята, мы были с вами в магазине Полный Привод. Вот такие грамотные люди, ребята, работают здесь. Приходите, всегда вам подскажут, порекомендуют нужные вещи. По моему промокоду 007 вам сделают 10 скидочек. Так что вас здесь ждут. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...